Всем привет из Волгограда! С вами Светлана. У нас осень, вот такое волшебное небо фиолетовое. Просто хочу вам показать, что творится на улице, а заодно покажу свою готовую работу на халавиновскую тематику. Пошли смотреть. Итак, вот они мои мистические кошки. Готовы. Вышила я их за 8 вечеров. К сожалению, днем у меня на прошлой неделе не получалось вышивать никак совсем. Немножко технических характеристик. Этот дизайн называется Halloween Cat. Хотя, почему только Cat в единственном числе? Ведь здесь еще два прекрасных помощника рядом сидят. Но да ладно. От дизайнера Jody Rice. Это известный бренд Satsuma Street Designs. Вообще, у Satsuma все дизайны такие очень простые. Вышиваются крупные участки одним цветом. И отличительная особенность этих дизайнов, они очень яркие. Витаминные цвета, позитивные, которые не дают скучать вышивальщице. И таким вот являются цветовым допингом. Значит, размер дизайна 104 на 116 крестиков. Небольшой. У меня за основу был взят Belphos 32 каунта. Цвет, девчонки, я не помню, как он называется. Но вы видите, такой дымчато-серый. С немножко таким синеватым отливом. Размер работы получился 16 на 18 сантиметров. Но здесь еще нужен воздух немножко будет при оформлении. И количество цветов. Их здесь немного. Всего лишь 25 цветов. Вышивала я ДМС. И как вы помните, черный цвет, единственный цвет, который я взяла, это были нитки ПНК имени Кирова. Потому что я считаю, черный он везде черный. А черного здесь достаточно, вот в этой кошечке. Поэтому я решила таким образом сэкономить. Да, вот эта ведьма рядом. Смотрите, у нее в мешочке лежат, сидят два котенка. Такие же котенки. Котенки. Вот я говорю, как мой младший сын. Котята и здесь изображены. Вот этот особенно игривый, с такой шапочкой тыквенной. Вылез из тыквы. Ну, что тут скажешь. Очень позитивный дизайн. Вышивается вот буквально, можно вышивать его с закрытыми глазами. Ну, посмотрите, один цвет. Поближе покажу вам крестики. Одним цветом шуруешь и ни о чем не думаешь. Вот эти яркие цвета вообще просто вышиваются в лед. Вот почему-то тыква у меня вышивалась дольше. Не знаю почему, хотя я оранжевый цвет очень люблю. А на такой конвей он смотрится особенно контрастным. Ну, почему-то вот они как-то у меня дольше всего шли. Кошка это вообще буквально вот вышилась в мгновенье ока. Хотя я не особая фанатка вышивки черным цветом. Но здесь он смотрится классно. Да, по поводу бека. Бек здесь всего лишь трех видов. Это черный вот в глазках, видите, тут буквально черточки. Вот они зрачки отображают. И один цвет 413 ДМС. Это усики и улыбочки кошачьи. Улыбки сделаны в две нити, а усы в одну нить. Бек я сделала после стирки, потому что усики здесь делаются вот просто одним стежком. Ну, так они как бы смотрятся логичнее. Ну, вот такая позитивная работа. Очень мне понравились эти кошки. И вышивать понравилось. И у Сатсумы есть еще дизайны, которые мне очень хотелось бы вышить. И, наверное, я обязательно это сделаю. А, еще скажу. Так как дизайн вышивается очень просто, вот для тех, кто хочет научиться вышивать с идеальной изнанкой или попробовать себя, рекомендую. Вот здесь такие куски отдельные. Вот видите, у меня какая изнанка. Тут просто не задумываясь, получается все очень-очень легко. Вот можно на этом дизайне потренироваться. Ну, вот кому интересна обратная сторона зла. Вот, посмотрите. Я люблю хэллоуиновскую тематику. Были у меня комментарии, которые осуждали мой вкус. Хотя это очень странно, осуждать чей-то вкус. Ну, то такое, ладно. Вот, будут еще хэллоуиновские сюжеты. А сейчас я планирую еще один дизайн. Я его уже вчера начала. Это будет первоотшив по схеме Алисы Окниас. Покажу вам в следующем видео, скорее всего, что я задумала шить и как я это буду шить. А на этом прощаюсь с вами. Желаю вам мистического настроения. Всего самого хорошего. До новых встреч в эфире. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова